что все-таки нам надо очно проводить конференции, но нам надо подумать, я думаю, сейчас это не решим, как все-таки эти информационные технологии тоже использовать, дистанционные. Все-таки плюсы же были. Например, люди, к которым было сложно приехать, они присутствовали и принимали участие такое же активное. Галина Юрьевна, а может в рамках дальнейших наших очных встреч, например, предусмотреть один день дистанционный для тех, кто не может приехать. Да, я как раз тоже хотела предложить. Особенно на секционный, там пленарные, наверное, каким-то образом можно записывать, а вот на секции, кто далеко не может приехать по каким-либо причинам, может быть, предусмотреть один день или два раза по полу. Да, да, правильно, совершенно правильно. И это мы можем предусмотреть для каждой секции по необходимости. Кому нужен один, одно заседание, кому два, пожалуйста. Ну, идея в разделении там по дням мне на самом деле не нравится. То есть на самом деле надо, чтобы было вот именно то, что я говорил вчера, seamless integration. То есть чтобы... Это правильно. Если мы освоим эту технологию, ну давайте на наших семинарах мы попробуем, как это все вообще получается. Да, в общем, у нас вариантов особо нету. Будем пробовать, будем настраивать. И я думаю, что в следующей конференции все это заработать. Постараемся. И мне кажется, что Дубна в этом смысле, они все-таки хорошо оснащены всякими информациями. Я не надеюсь на Дубну, то есть надо надеяться так на себя. Вот тут вот такое чисто... Это, конечно, слово. Галина Юрьевна, по-моему... Ну, по крайней мере, интернет, чтобы был. По-моему, опыт общения с Дубной вне рамок конференции, там есть проблемы с интернетом. Есть проблемы, да? Нет, а просто именно с организацией вот таких заседаний, это даже тут вопрос не в интернете, а именно в каких-то таких вот вещах, которые очень специфические, которые нам надо... Вы знаете, Сереж, мне кажется, что для этого все-таки надо сделать. Надо нам уже весной связаться вот с Кореньковым, но Кореньков он высоко, а из Черемисина или там посмотреть, кто там реально этими вещами занимается. Может, там есть такие... Да, нет, это точно надо делать. Нет, на самом деле, вот Татьяна Юрьевна тут тоже говорит правильную вещь, что на самом деле нам надо это опробовать на наших семинарах. И просто вот у нас ближайший семинар, надо его попробовать провести в таком полудистанционном режиме. Ну вот у нас Грачев как раз, он и просит дистанционного выступления. Кстати, Андрей Варич сказал, что со следующего семестра уже и приказ Садовничева нормальное очное обучение. Традиционное. Не совсем, Галина Юрьевна, я как раз тоже получила рассылку, то есть как бы сейчас вот для кого-то на выбор дистанционное или очное, некоторые курсы все же дистанционно, вот высшая математика у наших вот идет пока дистанционно, информатика. Дистанционно, может быть, да. То есть некоторые курсы еще пока принудительно дистанционно идут. Ну ничего, во всяком случае уже идет какое-то такое ну да, много услабления в этом смысле. Ну и тем более мы... Хорошо, ну вот давайте начнем с вашей педагогической секции. Полина там должна будет уйти. Давайте на этот раз педагогической секции. Давайте. У нас разделилось на 2 кластера. По высшему образованию в среду было с круглым столом и с пленарными и по школьному образованию и же с ним. Это вот Полина. Вторник и в четверг. Полина, может быть, вы расскажете, а я потом как в общий такие моменты скажу, как мне кажется. Ну не в четверг, у нас только вторник был. А четверг был, потому что по расписанию не было, да? Нет, не было. Мы во вторник уместились. Ну, я вот... Значит, у нас примерно там в районе 25 человек на каждом заседании присутствовало. Технических проблем у нас не возникло. Все хорошо. И вот действительно несколько участников у нас отмечали, что они даже рады этому дистанционному формату, потому что вот в это время они никак не смогли бы приехать, а так вот у них появилась возможность послушать и выступить. Ну вот первый день, собственно, который у нас был посвящен детям. У нас было... Семь получилось у нас докладов. Ну, у нас были и участники постоянные, и вот что мне очень приятно было, у нас были новые участники, и не просто новые, а молодые участники. У нас была одна учительница математики, которая работает в московской школе. Очень так... Она с таким энтузиазмом рассказывала про свои вот наработки. Это очень... Ну, не знаю, мне вот было очень приятно, что молодые такие участники и с таким... Ну, так вот, как-то они очень вдохновенно, я бы сказала, работают в школе. Был у нас доклад двух студенток, которые разрабатывают платформу адаптивного тестирования, и вот их доклад очень такую живую, бурную, можно сказать, дискуссию вызвал. Ну, там, конечно, много вопросов возникло вообще по поводу применения тестирования в образовании. Но я, например, для себя поняла, что нужно вообще немножко поизучать теорию этого тестирования, в том числе и для нас самих, потому что мы в связи с дистанционным обучением стали больше применять всяких тестов, и, в общем, как их правильно применять, я так поняла, что можно в этом образоваться. Ну, и, конечно, Татьяна Васильевна Потапова вот у нас выступала, и про ее проект по просвещению тоже всегда с интересом все слушают. И главное, что выступал ее, не знаю, как сказать, тот человек, который пользуется уже вот плодами этого просвещения, значит, там целая многодетная семья, которые вот создавали такой свой, создали свой тоже проект именно на основе вот тех материалов, которые разработала Татьяна Васильевна. Тоже было очень живо и интересно послушать. В общем, и вот Евгения Васильевна Лисицкая нам про обучение камерному ансамблю в дистанционном формате рассказала. То есть, мне кажется, очень было такое душевное заседание с очень такой благожелательной атмосферой, и все друг друга и слушали, и вопросы задавали. То есть, ну, как-то такое неформальное, я бы сказала, было заседание. Вот мне кажется, что оно прошло вполне успешно. Татьяна Васильевна, Татьяна Васильевна, Вы добавите что-нибудь, Татьяна Васильевна? Татьяна Васильевна, включите свой голос. Слышно так. Все, включила. Ну, я вот только хотела добавить, что мы специально с учетом особенностей в том, как пандемического положения, сделали большой ресурс «Человек и природа – первые шаги», который у нас на институтском сайте расположен. И там очень много материалов, которые, я вот сейчас послушала, доклады коллег, там много материалов интересны тем, какой волнует проблемы школы будущего, потому что там много разработок, ну, по особенностям детского мышления, по особенностям научного просвещения, в области естественного знания, именно детей дошкольного и младшего школьного возраста. Поэтому, ну, вот, пожалуйста, обратите на это внимание. Там в тезисах у меня есть ссылки, на этот ресурс их презентации есть. Ну, мне по-черкому, для работы со студентами это может быть полезно. Мы сейчас будем ориентироваться вообще на работу с семьями, потому что со школами очень трудно сотрудничать, они так зарегулированы. Ну, вот, Сергей Сергеевич, можем мы как-то, может быть, на сайте, вот нашу программу, понятно, что ссылки есть в тезисах, но, может быть, нам на какие-то материалы дать ссылки во всяком случае или название этих материалов прямо в программе, чтобы людям могли им пользоваться. Ну, в программе, конечно, можно дать, но мне кажется, что на сайте Татьяны Васильевны это более... Нет, ну, тогда ссылку на сайт Татьяны Васильевны в программе. Ну, да, без проблем. Не обязательно на сами материалы, а чтобы люди могли в этом направлении как-то... Да нет, куда угодно ссылку дадим, конечно. Да, не, вот просто потому что вот этот эксперимент, когда... Ты тут поправилась? Да, пожалуйста. У меня тут два дня я никого не слышала. Я в силу своей технического невежества не могла справиться с настройками своего компьютера. Теперь справилась, теперь я всех слышу, меня всех слышат, это даже видно. Я хотела что сказать, что вот, ну, воспользоваться случаем выразить благодарность Ассоциации за то, что нашу работу по научному просвещению дошкольников систематически поддерживают уже много лет, хотя немножко есть и бельчуты, как детский сад при ученых. Но все равно, вы знаете, это очень важно, потому что там важна координация усилий педагогов, родителей и ученых. Для этого важно находить общий язык. И поэтому, во-первых, я сама ориентируясь на женщин математиков, стараюсь как-то так, ну, более вразумительно формулировать свои подходы, а потом привлекаю педагогов. У нас уже с педагогами за 10 лет 50 тезисов опубликовано на конференции. Вы знаете, они тоже на этом месте, они как-то, ну, большим доверием проникаются к ученым, и лучше слушать мои собственные советы. А в этом году у нас, ну, вот, вообще-то, совсем новая ситуация, когда принят был доклад, и... Ой, я, наверное, нас помню. А когда у нас выступила, был семейный эксперимент, и прямо, значит, оформила тезис, и выступила мама, она замечательно, по-моему, выступила на секции, вот Полина говорила, и мы можем теперь эти разработки уже использовать как образец для семейных детских садов. Так что, женщины дорогие, всем большое спасибо. И вам самое главное большое спасибо. И мне кажется, что вот это не только к Татьяне Васильевне относится, например, там вот мы ссылку к докладу Сидоровой поместили, и многие прочитали уже, так сказать, ее мнение по поводу, вот, там, дистанционного образования, русского языка и так далее. Вот это нам надо как-то использовать, такую возможность, чтобы люди могли обратиться прямо из программы, ну, к каким-то начальным материалам, а дальше уж это их дело. Потому что всеобщая вот эта ошибка, что маленькие дети, это просто как бы маленькие взрослые, что они чего-то не знают, ничего подобного. У них развитое мышление, но они не знают, как словами сформулировать свое отношение к природе. Ну, это вот тут целая наука, я ее прошла, старательно изложила это в виде вот интернет-ресурса. Ну, вот посмотрите, пожалуйста. Спасибо большое, да. Елена Владимировна, да, я просто хотела бы сказать, что у нас такой был в среду большой день, посвященный, в общем-то, глобальной проблеме информатизации образования и вынужденному дистанционному формату. В общем-то, мнение, если подводить его, оно едино, что надо использовать эти технологии, но как инструмент, позволяющий, ну, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, углубить, улучшить. Улубить, да. Значит, наше традиционное образование. И вчера, когда у нас был псевдобанкет, мы вот как бы поговорили о том, что целесообразно выложить некоторые соображения по результатам нашей конференции. Я хотел бы предложить, я понимаю, что шансов мало, что кто-то к этому прислушается, но может быть. Значит, два момента. Значит, я хотел бы акцентировать внимание вот на что. В наших планах по подготовке любого направления студентов в связи с некоторыми задачами государства и с проблемами молодого поколения была усилена компонента, связанная со здоровым образом жизни и с физической культурой. Ну, в результате получилась, на мой взгляд, некоторая перевернутая конструкция, потому что у студентов заложено 4 года физкультуры, то есть весь бакалавриат, при этом на третьем-четвертом курсе даже введены лекции. Да, не знаю, что им там рассказывают. Вот, значит, просто они у меня проходили в соседней аудитории, лекции сводятся к тому, что студенты готовят псевдорефераты и псевдочитают их. Я разговаривал со студентами, ну, потому что у меня хорошие с ними контакты, со старшими курсами, с теми, с которыми я работаю. Значит, я спросила, сколько, вы можете примерно сказать, сколько студентов реально ходят на занятия по физкультуре, потому что ни для кого не секрет есть дети с ограниченными возможностями занятий в физкультуре, по состоянию здоровья, есть, наоборот, спортсмены, которые занимаются там в секциях и на уровне мастеров спорта и так далее. Значит, примерно, я думаю, что такая средняя статистика, примерно одна треть, одна треть, одна треть. Вот, при этом те и другие, первая треть и последняя треть, они на эти лекции не ходят, ну, потому что у них свой график и все остальное. Я задавала вопрос своим коллегам в Германии, которые работают, в частности, в очень таком современном институте, вот, выскочилось в голове, похоже на Флоренцию, выскочилось в голове. Значит, современный институт, он всего 10 лет как действует. Я задала вопрос, есть ли у них расписание физкультура? Они сказали, что вы что? У нас есть куча программ, где студенты сами выбирают, их не наказывают за то, что они туда не ходят, но они получают дополнительные бонусы, там, записи и всякие разные прочие вещи. Вот почему бы нам, поскольку везде идет речь педагогики об образовании персонифицированном, о построении индивидуальных, как бы, маршрутов. Траекторий, да. Траекторий. Позывается, да. Почему бы вот, условно, не начать именно такую персонализацию глубокую, именно вот с направления здорового образа жизни? С тем, чтобы вот эти часы, которые стоят в расписании, я на это обращаю внимание, что они стоят в расписании. Мало того, что занимается аудиторный фонд под непонятную лекцию, так еще и студенты, вот, как бы, так сказать, отвлекаются. И получается иногда так. А я не хожу на физкультуру, можно я приду к вам там на дополнительные, или я просто приду с вами поговорю, или я приду на занятия, потому что у меня окно. А эти часы, которые высвободятся, поставить в расписание, опять-таки, это мое такое предложение, может быть, его не поддержим, ввести в левую часть преподавательского плана, ну, как бы, часы для консультации или для кружковой работы, или для работы вот с одаренными детьми. Особенно это актуально для младших курсов. Потому что у нас есть 5% от лекций, но вот у меня лекции 30 часов. Это полтора часа на поток, в потоке 6 групп. То есть какая консультация за полтора часа для этих студентов? А дело даже не в том, что мы как бы там договариваемся в частном порядке, но если это будет стоять у преподавателя в нагрузку, ну, хотя бы 2 часа в неделю. Ну, я не знаю, там это каждый вуз сам решит. То есть оно должно как-то, не то, что там оплачиваться, это не такие большие деньги, они должны стоять в расписании у студентов, чтобы студенты знали, что в это время у них есть возможность прийти. Либо выяснить какие-то непонятые вещи, либо позаниматься, ну, скажем так, кружковой работой на младших курсах. О науке сложно говорить, но тем не менее у них есть стремление. Вот они у меня сейчас составляли, я им предложила, я говорю, кто хочет за каникулы, сделайте кроссворды. По математическим терминам. Сделали кроссворд, один кроссворд на 72 позиции. Я считаю, что это такой достойный для первого курса труд, чтобы систематизировать всякие знания. Но для того, чтобы это все обсудить с ним, хорошо мы общались в скайпе, там еще как-то. Но можно же какие-то другие вещи придумывать, и формы, и работать с ними. Лена... Нету, нету, я сейчас секундочку, нету времени в расписании студента. Понятно. Лен, вот это очень правильное предложение. Не только у вас есть еще другие там предложения у людей. Нам нужно что сделать? Нам нужно как-то собрать эти предложения, написать их от конференции. И куда отправить? В министерство? Кто? Вот вы по учебному плану работаете? Нужно, чтобы изменения произошло учебного плана. Правильно? Да. Ну, я не знаю, в министерство. Ну, куда-то надо постучаться. Вдруг откроют. Хорошо. Лен, ну, давайте мы вот отложим этот вопрос. Сейчас мы его не решим. Но его надо серьезно обсудить, понять, куда нам надо тыкаться. От конференции, от ваших журналов, еще там от кого-то. Я уверена, что мы можем присоединить других людей к этому делу. Или какие-то вузы, или там что-то. Я думаю, что надо как бы... Это надо конструктивно сделать. Потому что, конечно, правильно ваше предложение. Надо что-то делать со студентами. Но они считают... Правильно нужны консультации, нужны какие-то специальные... Время на какие-то творческие работы, не связанные с основным курсом. Конечно, это все нужно. Можно собрать предложение, которое наверняка у кого-то появится. Ну, хотите, я готова за это взяться, собрать. Давайте, давайте, давайте мы... Рассказать какое-то консилизированное мнение и выложить как мнение нашего сообщества от конференции на наш сайт конференции. Прочитаю. Мне кажется, можно, например, вы там сформулируйте 2-3 предложения. Ну, конечно. Заслать участникам сессии и вашей секции, чтобы они добавили туда свои предложения, если они хотят. У вас будет пул этих предложений, вы совместно со своими же коллегами их как-то там объедините, как-то сформулируйте и преподавайте, пожалуйста. Можно сделать такую как бы штуку обсуждения результатов. Туда выложат все, кто что может. Да. А мы потом просто все это как-то... Да, суммировать и как-то... разумно объединить, чтобы это не было. Я всех приглашаю принять в этом участие, потому что вопрос не только педагогической секции образования. Конечно, правильно. Потому что все проблемы, все мы работаем со студентами. Да, все мы работаем. И таким образом наша вот эта позиция концентрированная должна где-то просто прозвучать. Пусть ее не считают, но мы ее скажем. Давайте, давайте мы специально... Ну, вот сейчас еще подумаем, когда это, чтобы нам было всем удобно. Это дело ни одного дня. Обсудим, как сформулировать эту анки... И не анкету, а вообще это обращение. И поместим его на сайт, по рассылке сделаем рассылку такую, чтобы люди могли не обратиться. Я считаю, что этот формат у нас получился удачный. И вот возвращаясь к моему предложению, что может быть там не разбивать на дне, а просто сделать один день удаленного формата для тех, кто не смог приехать. Ну, может быть так. Это тоже надо... Так удобно технически. Я еще хочу сказать, Лена об этом вчера сказала, что ее надо поздравить. Она у нас лучший профессор года России. Или как вы называетесь, Лена? Нет, а я хочу сказать, что это очень важно, потому что мы вот будем какое-то делать заявление или к кому-то обращаться. Они скажут, а какие вы там педагоги? А мы скажем, а нет, у нас в секции руководит лучший профессор года России. Нет, по Центральному федеральному округу, не России. Значит, смотрите, еще раз. По Центральному округу. Мы вас повысим, повысим, Лена. Ну, давайте, давайте это сделаем. Я два слова еще хочу сказать по вчерашнему выступлению Заляпина по поводу наукометрии нашей. Значит, вот профессорское собрание такое есть, которое распределяет эти премии, там всякие разные вещи. Я не сразу говорю, не эквивалентно денежному. Я говорю, а деньги где? Они сказали, а вот в медалях. Можете заложить ваши медали. Да, только медалька. Значит, в профессорском собрании тоже идет очень большая дискуссия, тоже пытаются выходить. И даже вроде бы, как есть некий проект, это МФТИ знает. Значит, потому что под их эгидой вся эта история проходит. Значит, с тем, чтобы отказаться все-таки от международных баз глобального, так сказать, образа, в том плане, а создать свою базу, там они ее как-то даже название придумали, куда войдет ядро РИНС, значит, там наши научные лучшие журналы, которые они переводятся, и, соответственно, наукометрии делать именно на базе. Что из этого получится, не знаю, но разговор уже идет примерно почти год. Ну, хорошо, тоже нам надо прислушаться к этому разговору. Хорошо, спасибо. Спасибо большое, что я отняла время. Да, Наталья. Сколько у вас народу всего было на секции? У нас народу на секции было, значит, в выступающих догладчиков Полина меня, наверное, поправит, 30 с небольшим, да? 30. Ну, хорошо, да. Ну, не важно. По порядку величины. А присутствовало, вот я когда смотрела, когда были заседания, в общем-то, достаточно и 40 даже человек в один момент было, потому что такие вопросы животрепещущие. А вы можете сказать, те же люди были на заседаниях или разные люди были? Вы знаете, были разные люди, но, скажем так, было некоторое ядро, которые все время, да, присутствуют. Даже с других секций я просто видела, подключались. И те люди, которые, Солдова и Евгения Александровна, которые никак не заявлялась, но поскольку она была с нами друг, она тоже подключилась и вопросы задавала. Ну, хорошо. В общем, человек 70, да, так в общей сложности. Ну, глобально на круг. Да. Наверное, да. Ну, хорошо. Мне просто хочется понять, сколько у нас было участников вообще присутствовало на конференции. Спасибо. Все-таки напишите маленький отчет, ну, такой, небольшой, ладно? Чтобы был текст. Лобанов написал уже, молодец, Алексей Иванович. Галина Юрьевна, конечно. Да, что, Наташа? Хочу поблагодарить Галину Юрьевну, конечно, Виктори, Ну, не надо пока благодарить. Давайте мы сейчас послушаем отчет эту секцию. По словам я скажу и всех организаций, конференций, и кто осуществлял техническую помощь. Спасибо большое. Образовываемся на этой конференции с обеих сторон. И обстановка домашняя, семейная, приятная. Кто подключился к этой конференции, мы не хотим с ней расставаться и не мыслим своей жизни уже без этой конференции. Это тоже очень важно. И все доклады, которые я прослушала в выступлении, были для меня очень интересными. Спасибо большое. И вопрос у меня по публикации. К какому сроку мы должны подготовить публикацию? Это вот вы будете публикацию в журнал, вот это к Лене вопрос. Значит, там срок до 15 февраля. И высылаем куда? Значит, я показывала, вы мне напишите, я вам еще раз вышлю. Я показывала ссылку на журнал, он называется «Теория, педагогика, экономика и юриспроизоляция». Вот этот новый журнал который... Да-да-да-да-да-да-да-да. Там и правила оформления есть, и все. У них номер формируется, собираются до 15 февраля. То есть публикацию вот с этой конференции мы высылали? Можно, да-да-да-да-да-да-да. я этот вопрос решила. Хорошо, все, спасибо. Спасибо. Алексей Иванович есть у нас? О, есть Алексей Иванович. Алексей Иванович, будьте добры. Да-да-да, я получила ваш отчет, но вы всем скажите, расскажите. Да, хорошо. Пояснение. Ну, у нас конференция Пущинская, у нас конференция Пущинская, хотя и дистанционная. В Пущино у нас традиционно на секцию заявляется меньше народа, чем в Дубне. Вот в Дубне в прошлом году было заявлено 69 человек. Сейчас у нас было суммарно заявлено вместе со стендами 32 доклада. То есть примерно вдвое меньше, чем в Дубне. Хотя докладов было реально примерно одинаковое количество. Там разница в один доклад получилась. Значит, у нас итогом рассмотрения тезисов мы 21 доклад выдвинули на устную секцию и было 11 докладов на стендовой. На устной секции реально было сделано 15 докладов. Каждый день не хватало человек из 7 по 5 докладов. Три доклада и стендовой сессии у нас переехали практически в устный формат. Поэтому у нас было сделано ну вот таких вот нормальных устных порядка 18 докладов и поэтому еще немножечко обсуждения стендов. Что я могу сказать по поводу математики? Нам удалось более-менее разбить по темам на три заседания. Одно заседание было посвящено проблемам неких уравнений и численных методов. Таким постановочным задачам и теоретическим. Второе заседание было посвящено математическим моделям классическим, которые там традиционно относились к энергетике. Лет 20 назад они составляли большую часть заседания секции и сейчас уже не большую часть, но все равно к ним интерес проснулся. Третье заседание было по математическому моделированию каких-то явлений устройств технических, то есть уже непосредственно к приложению к тем реальным задачам. Значит, география народа у нас расширилась, появились коллеги из Одессы с интересными работами, значит, появились коллеги, которые не приезжали в прошлом году из других городов, подключились, поэтому охват у нас, так сказать, по географии вырос в два раза, а количество дадов примерно то же самое. Регламент у нас все время соблюдался, это было сделать легче, чем в научном заседании, иногда мы даже ходили с неким опережением графика, иногда, правда, это опережение достигалось из-за того, что докладчики не являлись, не предупредив, но это вопрос, так сказать, дисциплины докладчиков, вот из семи человек два на каждом ожидании таковых у нас было. Значит, что еще хочется сказать, мы не хотим отмечать ввиду специфики проведения сессии, традиционно мы отмечали лучший стендовый доклад, мы его отмечать не хотим, у нас другой формат, все было другое. Мы очень хотим отметить наших молодых участников на уровне студентов и аспирантов российских, для которых сейчас участие в такого рода конференциях важно, я прошу оргкомитет, то, что Татьяна Юрьевна называла внутренним оргкомитетом, подготовить им какие-то сертификаты об участии. Я хочу их всех назвать, это Кулагин, Караваева, Пахомова, Беляев, Калиниченко, Панкратов, Очертяная, Мариненко и Конов. Значит, это молодые участники студентов различных российских учебных заведений. На список это прислан уже. Леша, вы хотите именно сертификат или надо какой-то там поощрительный грамоту какой-то. Да нет, именно сертификат, а мы в этом году никого не поощряем. Да, значит, что мы хотим отметить? У нас, к сожалению, появилась некая компания, которая год из года заявляется, публикует тезисы, но ни в каком виде не участвует в заседаниях, не представляет стендовые доклады, не выходят с устными докладами, не вышли в сеть без объявления причин. Значит, я не знаю, как остальные руководители секции, мы с Еленой Николаевной Аристовой на них очень обозлились, и в следующие разы, если они нам что-то пришлют, будем писать им гневные личные письма, что, ребята, может быть, хватит. Да, конечно, правильно, надо это прекратить. Что еще я хочу сказать? Я поддерживаю идею организации какой-то вот такой дистанционной сессии, потому что мы, ну, например, я с очень большим удовольствием послушал и подискутировал с коллегами из Одессы, которые до нас обычно не доезжали, и проблема с тем, чтобы доехать до Дубны или до Пущино, сейчас у коллег из Одессы есть, а, скажем, по сетям общаться очень хорошо. Значит, еще я хотел бы предложить такую вещь, что предусмотреть какие-то доклады, каких-то выдающихся докладчиков иностранных из-за границы с помощью современных средств. Мы такой формат проводили на наших школах по воспроизводительным вычислениям, которые шли в Иннополисе. У нас большая часть занятий шла в очном режиме, но мы приглашали зарубежных товарищей, которые читали лекции на больших экранах между очными лекциями и такого рода занятия, такого рода лекции студентам очень понравились. Здесь у нас есть уже, так сказать, по результатам обсуждения на секции есть идея, кого приглашать на конференцию в следующий год, кто нас заинтересовал. Понятно, что эти люди скорее всего не приедут, но скорее всего откинутся на приглашение прочитать дистанционную лекцию, поэтому я думаю, что в следующем году нужно будет кроме вот такого одного секционного дня в дистанционном формате предусмотреть еще 2-3 пленарных заседания в дистанционном формате, которые могут вызвать очень большой интерес. В этом году мы попробовали пообщаться с Фазаилом Минаядчем через океан атлантический. По-моему, всем очень понравилось. Значит, это что касается, так скажем, предложений со стороны нашей секции. Еще я хочу сказать, что у нас в этом году докладывалось два представителя Юго-Восточной Азии из соседних стран. Один на русском языке, второй на английском языке. Что русский, что английские языки у них были совершенно замечательные. По-русски были понятны только «Здравствуйте» и «До свидания». По-английски «My name» и «Thank you». Основное содержание докладов у нас осталось за рамками. Содержание докладов по сокращенным тезисам, которые люди присылали, понять было невозможно. Презентации были не данных товарищей, а, ну, грубо говоря, их научных руководителей. Это тоже молодые люди на уровне, так сказать, аспирантов, студентов. Презентации были сделаны на уровне научных руководителей. У меня такое предложение, во всяком случае, я буду настаивать в следующем году, чтобы такого рода участники представляли нам перед выступлением полный текст своего выступления на русском языке, потому что иначе их выступление становится совершенно бессмысленным. Устный русский язык, который они в состоянии стресса даже дистанционно выдают, непонятен. Точно то же самое можно сказать про их устный английский язык. То есть вот такие вот такого рода выступления, о чем они рассказали, мы, честно говоря, не знаем. Значит, ну вот у нас число докладов по сравнению с прошлым годом сократилось на один. Число людей, ну, докладчиков я уже сказал, что у нас было чуть больше 20. Число людей, которые приняли участие в заседаниях, у нас было чуть больше 40, то есть 42 или 43, по моим подсчетам, я немножечко сбивался. Это ровно столько же, сколько было в Дубне в прошлом году на устных заседаниях и на стендах, там было 45, ну, даже если по минимуму возьмем 42, уменьшение крайне значительное в пределах нормальных флуктуаций. и лучше, чем, так сказать, более масштабно, чем в Пущино в позапрошлом году, значит, и я считаю, что какие-то элементы вот этих вот самых дистанционок в будущей очной конференции, если мы перейдем в очный формат, все равно иметь нужно. Ну, в общем, спасибо всем, кто обеспечил техническую возможность, спасибо всем, кто, так сказать, руководил секцией, спасибо всем участникам, в целом было очень интересно и хорошо. Спасибо большое, Алексей Иванович, и вот я по поводу вашего предложения насчет приглашения иностранных лекторов очень поддерживаю и считаю, что мы могли бы приглашать и пленарных докладчиков, ну, Аталова-Хана прекрасно рассказала, вообще все было хорошо, и можно сделать приглашенные доклады, даже по секции, даже более специальные, чем пленарные, но сделать их как приглашенные доклады для секций. Можно, это тоже интересная форма. Конечно, два-три таких доклада можно вполне сделать, можно и больше, сколько у вас получится, это будет очень полезно участникам всех секций, так что это касается конечно не только вашей секции, а касается и других секций научных, так что очень хорошо, спасибо. Кто-нибудь хочет добавить или спросить что-нибудь по этой секции? Да, если можно, пользуясь случаем, пожалуйста, уточните, Алексей Иванович, спасибо большое за быстрый ответ по поводу публикации в журнале, пользуясь случаем, если позволите, хотел бы уточнить по поводу сроков, вот нашел шаблон, о котором вы говорили на сайте, в каком виде подавать информацию, и есть ли какие-то сроки, которым надо настраиваться? Владислав, журнал работает всегда, сроков нет, если какие-то вопросы, нужно на общее обсуждение, пишите письма, я отвечу, не волнуйтесь, я, как правило, отвечаю, в течение одного-двух дней я на такие письма стараюсь отвечать. Ну да, те, кто еще хочет в журнале опубликоваться, у нас такой настоящий журнал, как все журналы, то есть можно подавать статью в то время, когда вы ее сделаете и подготовите по стандартам журнала. Спасибо. А, еще маленький вопрос, если позволите, записи вот таких устных презентаций не было, насколько я понимаю, правильно? Не записывалась презентация? Я не знаю, Алексей Иванович, ваша секция писала, я знаю, что молекулярное моделирование писали, а ваша секция? По-моему, наша секция не писалась. Ну вот, в частности, вот сегодня... папа, я не замечал. Идет запись, я вот вижу, там написано запись. Нет, сейчас идет, но когда было заседание секции, я ее не замечал. Ну вот, в частности, сегодня Заякин, профессор, выступал, посмотреть его еще раз, доклад можно было бы, или та запись не записывалась. Не знаете? Ну, это я не знаю, это Алексей Иванович вопрос, руководителем секции, да. Хорошо, спасибо. Я не знаю. Так, хорошо, кто у нас следующий? Татьяна Юрьевна, наверное, вы? Да, давайте я скажу про биологическую секцию. Ну, она прошла примерно в том же формате, как и обычно, то есть, были отобраны заранее устные доклады, значит, я списывалась с докладчиками, с докладчиками они подтверждали. Ну, по сравнению с предыдущими годами вообще было подано немного меньше докладов, вот, но мы, надо сказать, вообще идем вот в том направлении, что мы более строго подходим к отбору докладов и, как бы, лучше пусть будет их меньше, но больше времени для того, чтобы их обсудить. И вот, наверное, в этот раз была, вот, может быть, первый раз, мне кажется, такая практически идеальная ситуация, когда все доклады обсуждались вот по всем вопросам. Сколько было вопросов, столько вот люди все и задали, и, в общем, все доклады как бы обсуждались и хватило время обсудить все доклады. Вот это мне очень понравилось и, в общем, как бы, я бы хотела в дальнейшем, чтобы было так же. Ну, можно отметить, что растет число молодых участников, то есть очень много студентов. Раньше у нас как бы молодую составляющую представляли в основном аспиранты, сейчас вот уже много магистрантов и даже бакалавров. Вот, и причем доклады на очень хорошем уровне, что тоже радует, что вот, несмотря на то, что такие молодые ребята, работы представляют очень хорошие. Вот, что еще, да, было всего, значит, около, вот три дня было заседание, было около двадцати устных докладов и пять стендов. Стендов было небольшое количество. Видимо, просто, ну, народ не понял, как, как вообще можно представлять стенды, поэтому, может быть, я предполагаю, не посылали стендовые доклады. Ну, что еще сказать? Ну, в общем, в целом, все прошло хорошо. Да, ну, я, может быть, еще скажу пару слов про как бы плюсы вот такого проведения конференции для, по крайней мере, оргкомитета. Ну, про минусы было много уже сказано, вот я скажу про плюсы, все же еще одним таким, да, плюсом, помимо того, что есть возможность участия разных людей, которые не могут доехать. Вот и на нашей секции, кстати, были коллеги из Сербии, то есть много, ну, как бы, принимали участие из других стран. Вот, помимо этого, конечно, гораздо меньше вот физических усилий было затрачено оргкомитетом на, собственно, на проведение конференции. Обычно мы же всю неделю, грубо говоря, бегаем, высунув язык, потом еще нам нужна неделя, чтобы прийти в себя после конференции. А здесь, в общем-то, все шло ровно, спокойно. В общем, мы сидим за своими компьютерами, там, пьем чай, ну, в общем, спокойно обсуждаем все проблемы без каких-то вот особых таких напрягов. Ну, за исключением, может быть, сегодняшнего дня, когда мы все были немножко шокированы тем, что упал сайт конференции. Ну, вроде бы, мы даже быстро отреагировали и все наладили. Вот, и в этом смысле, что действительно очень, вот, не нужно тратить много вот таких физических, что ли, ресурсов. Вот, когда мы на конференции, там, бегаем, ищем, где поесть, уже иногда ждем, когда закончится, наконец, доклад, чтобы побежать куда-то. Здесь все, в общем-то, спокойно сидели, слушали все доклады, у всех, как бы, было время. И, да, вот на наших заседаниях участников было, например, гораздо больше, чем вот в реальности, может быть, тоже, потому что, как бы, более удобен сам формат, вот, можно сидеть за компьютером и слушать. То есть, обычно у нас сидят докладчики и их знакомые, вот, а сейчас, например, на первом заседании было 35 человек, то есть, это, ну, примерно, как вот число, пленарных вот слушателей. Вот, то есть, число участников, вот, увеличивается, и вот, я думаю, что благодаря именно такому формату. Ну, наверное, вот у меня вкратце все, что... Адина Юрьевна, мне кажется, что вот так же, как у Алексея Ивановича, можно было бы сделать, там, два-три секционных, но приглашенных доклада, специальных. Вот, мне кажется, это вообще очень хорошее, дело, когда мы приглашаем специалистов высокого уровня, чтобы они сделали, может быть, этот доклад будет непонятен всей аудитории, то есть, не надо пленарным его выставлять, но сделать его приглашенным для именно участников секции, это очень полезно и интересно. Да, конечно. и в санкционном формате, то люди, в общем, соглашаются на такой формат, как правило. Да, и вот опять же, к тому, что говорил Алексей Иванович, что вот есть, что могут быть доклады, которые, иностранцев, например, да, их можно попросить же заранее записать полностью весь доклад и прослушать, насколько он понятен, и попытаться там его как-то, ну, отредактировать, либо отклонить, если уж там совсем никакой доклад. То есть, вот можно, да, вот это вот, те доклады в записи, которые звучали, вот у нас стендовые доклады, или там вот Константин Вальдемар Шайтан в записи свой доклад пускал, они, в общем-то, практически ничем не отличались от докладов, которые вот были, ну, как сказать, вот в реальном времени, потому что и тот, и тот доклад на экране, и, в общем-то, и там, и там идет просто, где ставятся презентации, идет голос за кадром, вот, и для тех докладчиков, для которых, может быть, вот такое, в реальном времени выступление, может быть, является каким-то стрессом, тоже это, в общем-то, хороший вариант записать, может быть, пустить вот в записи, а потом просто отвечать на вопросы. Вот опять же, не для всех, а вот для тех, у кого, вот там, может быть, для иностранцев, или для кого-то, у кого есть проблемы, там, какие-то, ну, не знаю, с речью, или вообще с волнением. Вот, то есть, это тоже еще один из таких, вот, мне кажется, одна из таких возможностей, которую можно использовать. Так, ну, какие-то вопросы к Татьяне Юрьевне есть, или что-то такое? Какие-то сертификаты нужны вашим участникам? Да, вот, кстати, да, я бы хотела тоже именно наградить вот наших молодых участников, именно студентов, там, двух докладчиков, ну, мы потом, я фамилии сейчас, может быть, не буду. Ну, неважно, не надо сейчас, конечно. Просто есть два докладчика из числа студентов, доклады которых очень понравились, и хотелось бы, да, их поощрить, чтобы они дальше... Ну, мне кажется, не брусса даже сертификат, а там как-то отметить можно. Да, типа... Елена Владимировна предложила что-то, типа, какого-то благодарственного письма. да, да, давайте, как-то мы потом соберемся, сочиним такое. Да, сочиним, как это сформулировать, конечно, конечно. Ну, мы же раньше какие-то грамоты выдавали за, типа, лучший доклад. мы за лучший доклад давали грамоты, да. Можно как бы сочинить вот лучший доклад среди молодых, там, участников, или среди студенческих докладов, что-нибудь? Ну, да, да, конечно, правильно. Ладно, хорошо, спасибо. У нас присутствует, что-то я не понимаю. Есть у нас кто-нибудь от секции молекулярной моделирования? Я не вижу. Наверное, нет. Что нет, да. Нету, да, Тань? Я не вижу, да, вот я Илья Борисовича не вижу. Ну, да, я не знаю, вот список, где-то у меня докладчик. А вы видите список этот доклад? Можно посмотреть? Да нет, наверное, если бы было, тогда нет. Нету, Нету, ну, раз нету, значит, нету. Это, конечно, неправильно, но нету. Хорошо, что у нас теперь экономисты? Александр Евгеньевич, вы что скажете? Я готов, я готов сказать. Да, да, пожалуйста. Значит, у нас два дня было заседание. В первый день приглашенные докладчики, шесть человек были, все доктора наук, и, соответственно, качество было высоким этих докладов. Слушателей, я хотел сказать зрителей, слушателей было, ну, под 30 человек, то есть, в принципе, все шло, как обычно, потому что были заинтересованные слушатели, были докладчики, которые хотели рассказать, и были новые, собственно, новая информация, новые сведения в этих докладах. И то, что касается пандемии, связанной с демографией, и то, что касается переходом к рынку и образованием с высшим, и то, что касается моделей, когда использовались физико-химические модели, я думаю, что это... Да, интересный очень доклад, да. Это было бы полезно многим, кем-то занимается моделями. Вот, шесть было приглашенных докладов этот первый день, а во второй день было 14, то есть, это сегодня, было утром и вечером 14 докладчиков, но больше 50% молодых, но сейчас молодые, по-моему, скоро будут до 65 лет выдавать социальные карты. У кого нет социальных карт, тот молодые, значит. Вот, и, в принципе, доклады были, на мой взгляд, все интересные, но выделять у нас общее мнение такое, что... Выключить, наверное. Общее мнение выделять, вот, когда мы работаем в войнах, в онлайн-режиме, наверное, не стоят, вот, а, в принципе, если даже не выделять, то все равно доклады, мне кажется, были интересные, интересные доклады были о том, как, скажем, мониторинг делается транспорта сети в Подмосковье, и о том, как развивается беспроводная связь, обрабатывающая промышленность, и о политике занятости, и о том, что касается роботов и, так сказать, показателей САР, то есть это все представляет интерес и результаты обследования аспирантов и студентов. Мне кажется, это должно было быть всем интересно, но, по крайней мере, мне это было интересно, и то, что связано с развитием системы образования, то есть, вы видите, я такой широкий спектр называю тем, проблем, которые были освещены на нашем собрании, и мне кажется, что это очень хорошо, и дай Бог, чтобы у нас эта секция дальше развивалась, по крайней мере, сегодня мы находим подтверждение тому, что она недаром существует. Полезная. Она полезна для всех интересующихся. Собственно, так сказать, слушателей, по-моему, было тоже, как обычно. Конечно, если говорить о моем впечатлении, то я не совсем согласен с тем, что сейчас говорилось. Честно говоря, я устал, потому что сидеть на одном месте это тоска. То есть, конечно, хотелось бы сходить в столовую, и я, честно говоря, проголодался, вот, и поговорить в столовой с товарищами, но всего этого нет, и вот даже нет времени сходить на кухню там и поесть. А тем более приготовить. Да, тем более приготовить. И погулять по улице, там, перейти из одной аудитории в другую. Но это бог с ним. Самое главное, что мы провели вот нашу секцию, что мы провели нашу конференцию, и это, мне кажется, замечательное дело. Слава Богу, что у нас благодаря Галине Юрьевне все это организовалось, ее помощникам тоже все организовалось, сделалось. Ну, и как-то мы считаем, что мы все-таки в Пущино побывали. Да, спасибо большое. Вопросы есть к Александру Евгеньевичу? Спасибо вам всем. Ну, у нас еще было замечательное заседание, посвященное русскому языку и доклады Марины Юрьевны. Марина Юрьевна, вы очень, кстати, куда она делась-то? Она есть. Марина Юрьевна, ваши очень доклады имели большой резонанс. Очень хорошо, что мы поместили ссылку на ваш журнал, на вашу статью вот в этом электронном журнале, потому что многим прочитали заранее. И вообще, я считаю, что нам надо продолжать вот эту вот деятельность, и мы будем, конечно, и на конференциях делать, но конференция у нас раз в году, а мы будем вести вот этот вот семинар русский научный язык и как-то продвигаться в этом направлении. Особенно важно, что у Марины Юрьевны много очень студентов из разных факультетов МГУ, где она преподает там, я не знаю, культурно-научная речь или как-то так у вас называется курс, да, ну и они с удовольствием делают эти работы по анализу текстов и вот по сути дела обеспечивают отчасти научную поддержку нашей гипотезы или нашего положения о том, что сохранение русского языка и его развитие русского научного языка это не только наше патриотическое такое желание, чтобы у нас был русский научный язык, но это важно вообще для мировой культуры, для цивилизации, это ценность цивилизационная ценность. Конечно, это очень важно. И мы не мы только так думаем немцы или французы или японцы, которые тоже занимаются этими проблемами, у них тоже есть исследования на эту тему. Ну, ладно, это вы, пожалуйста, скажите, Марина Юрьевна, про вашу секцию и про ваше впечатление, что вы... Можно я добавлю? Да, пожалуйста. Я согласен с тем, что вы сказали, конечно, русский язык это очень много значит, но как-то хорошо бы, чтобы девушки матом не выражались вообще-то. Это правильно. эта работа проводится. Я вчера рассказывал о Пущине, вот когда ко мне подошел молодой человек так и поблагодарил за то, что я играл Шуберта. А на самом деле там было четыре человека за столом, они двое мужчин, двое женщин. Мужчины говорили на нормальном русском языке, а женщины почему-то натерились. Только матом, понятно. Но для солидности. это правда. Для солидности, наверное. Да, и между прочим, я всю жизнь хожу по территории университета пешком из дома к себе на работу и надо сказать, что только последние десять лет я слышу вот от студентов, которые кругом идут и ну все матерились всегда, но не при людях, не на факультете, они себе этого не позволяли при старших и вообще во весь голос. А так девочки идешь мимо гуманитарного корпуса, девочки матерятся, мальчики матерятся. Да, и главное, когда делаешь замечание, они понимают. Ну, значит, еще не все потеряно. Ну, хорошо, Марина Юрьевна, будьте там, пожалуйста. Я-то поздно научился этим словам, в третьем классе только. Хорошо. Но при девочках мы никогда не выражались. Да, Марина Юрьевна, Спасибо большое, да, коллеги, что было у нас много народа и спасибо за большой интерес. Действительно, для нас очень важно, что мы имеем на конференции возможность эти проблемы обсудить не в узколингвистическом кругу, а на широкой междисциплинарной площадке. У нас в этом году было пять докладов, все приглашенные, и в этом году мы ограничились нашими коллегами, профессорами, доцентами филологического факультета, расширив круг русистов за счет специалиста по английскому языку, у которого совсем иная, скажем так, чем у нас Галина Юрьевна точка зрения на научной... Мы его пригласим давайте на семинары, с ним побеседуем еще. Да, да, мы с него пригласим для беседы, когда он сейчас закончит книжку, он пишет книжку про русский культурный код, вот к концу года он нам ее представит, на самом деле там все не так страшно, как нам показалось, вот, и мы приглашали также специалиста по новогреческому языку, и мне кажется, что вот эту проблематику, связанную с греческими и латинскими корнями научной терминологии научного мышления, мы тоже могли бы продолжить на семинаре, потому что меня, вот, честно говоря, первый раз видела это противопоставление греческий язык язык мудрости, а латинский научный язык это язык, вот, более прагматический, да, язык внедрения, да, и мне, конечно, хотелось, чтобы для нас развили эту идею специалистов в этом направлении, и у меня есть еще вот какое предложение, если структура конференции на будущий год позволит, действительно, у молодежи есть большой интерес, у нас такое хорошее, очень междисциплинарное сотрудничество, и математики, компьютерщики у нас тоже хорошие, может быть, сделать секцию по компьютерной лингвистике, какую-то обширную достаточно, чтобы пустить, вот как у биологов было туда побольше молодежи, потому что есть исследования, связанные и с русским научным языком, и с другой стороны есть исследования в области психического здоровья, компьютерно обеспеченные, да, и мне кажется, ребятам вот в такой среде было бы интересно тоже показать, что они делают. В общем, дорогие коллеги, спасибо еще большое всем, кто принимал участие, вот я позже присоединилась, наверное, Галина Юрьевна уже говорила, про круглый стол культурное пространство России, мне кажется, в этом году были экстремально интересные доклады, особенно вот мемориальная часть, посвященная Панкину. Панкину, да, это вот Ита молодец какая, она вот устраивала выставки у нас несколько раз, и там Панкину много было работы других таких интересных художников. Вот, и Александр Евгеньевич, я не могу не прореагировать, насколько я поддерживаю полностью вот это его отношение к мату, есть у нас хорошие методические приемы, мы в курсе русских культур речи показываем записи из черных ящиков, предоставленных нам экспертам из его разрешения, самолетов, которые упали или не упали, и вот очень хорошо видно, что мат это признание твоего отсутствия контроля над ситуацией, да, это ты не контролируешь себя, ты не контролируешь ситуацию, да, и у тебя в этот момент все падает, ничего не получается, да, когда экипаж реально способен спасти самолет, он разговаривает не матом, а Борис Иванович за крылочки, пожалуйста, да, и вот в таком режиме спасает самолет, а когда всюду идет в скобочках ни Цезыр, ни Рызбыр, да, нецензурная, неразборчивая, то уже все, да, то и дело плохо, вот это на ребят производит впечатление, конечно, страшное с одной стороны, а с другой стороны бьет. Это хороший прием, очень хороший прием. Но на самом деле у этого языка есть своя ниша, его изгнать из языкового развития невозможно, это ситуационный язык, защитный язык, и в общем, лично я, его существование как-то вот, ну, не особенно меня оно раздражает, во-первых, во-вторых, я уверена, языки, естественные языки по своим правилам жизненным существуют. Их нельзя запретить. И они будут развиваться. Можно я два слова скажу на это? Во-первых, когда произносятся матерные слова, создается отрицательное поле. Это установлено. Это методом биолокации очень я показывал даже некоторым людям. Специально эксперимент проводил, просил их произнести матерные слова, сразу отрицательное поле создается. Я сам, например, попал в компанию врачей, врачи и артисти любят особенно териться. Попал в компанию врачей, за столом мы сидели, и вот там и женщина, и мужчина, начался мат, и я ничего в рот не мог взять из еды. То есть настолько я встал со стола, перешел в соседнюю комнату, там только мог есть, потому что ничто не шло в рот. Действительно отрицательное поле. Но это понятно, они нагружаются отрицательной энергией, отрицательным полем от больных, и им надо выложить его куда-то на рот. Ну, ладно, не будем об этом говорить. Нет, почему, это очень интересно. Вы знаете, мы такую тему на следующей конференции вынесем, да, на следующую программу. Оказалось, что слово мат вообще имеет еще санкретическое происхождение и означает просто громкий крик. Больше ничего не означает. Кстати, слово мать однокоренное, это женщина, которая кричит природа. вообще в русском языке раньше матом называлось, был благой мат, это когда просто человек громко кричит, и был мат ругательный, это когда поносили христианских святых. И так было до Петра Первого, а вот нынешний наш мат, то, что мы сегодня называем матом, изобретение Петра Первого. Существуют приказы Петра Первого, лежащие в архивах в Петербурге, где он запретил определенные слова. Все, кроме одного слова на букву «Б», его запретила Екатерина Штарева. Значит, все остальные матерные слова лично запрещены Петром Первым. Почему? Трудно сказать. Раньше они не были ругательными, и их употребляли просто по прямому назначению. Они обозначают... И с прямой назначением. Давайте мы немножко отвлеклись, давайте еще... Искусственно нагрузили вот такой отрицательной энергетикой, как вот Александр Евгеньевич сказал. Давайте... Это как-то в языке же есть такая лексика. Ну, ладно, Саша, давайте немножко отложим, а еще Коваленко появился. Да. Илья Борисович, расскажите нам, пожалуйста, о вашей секции. Ну вот, да, я прошу прощения, я сейчас просто на улице вот сына на хокке отвел, поэтому не могу видео включать. Значит, смотрите, у нас секция «Дубль В2» молекулярное моделирование. Вот, она прошла в этот раз, ну, как, впрочем, всегда, очень успешно. И мы даже, вот когда сегодня подытоживали эту секцию, мы отметили, что она, значит, количество докладчиков было даже и слушателей больше, чем когда мы очно ее проводили. То есть у нас было где-то от 20 до 25 человек каждый день нашу секцию слушала, присоединялась, вот, весь регламент очень четко соблюдался. Ну, то есть люди ровно, вот, как в программе начинали и ровно, как в программе написано, заканчивали выступление. Все хорошо видно, все хорошо слышно, замечательно, можно вопросы задать, То есть, вот, как бы, нас такой формат устроил, более того, было отмечено, что вот, например, некоторые люди, они, допустим, из Иркутска, там, из Томска, им трудно приехать, было бы очно, а тут они, значит, могли выступить, сделать устный доклад. И, собственно, вот мысль появилась какая на следующий год, если, ну, дай бог, кончится вся эта пандемия и так далее, мы будем в Дубне проводить конференцию, может быть, даже в этом случае имеет смысл, ну, частично сделать какой-то очень-заочный формат, то есть проводить очные заседания, но еще, может быть, вот так вот по видео подключать людей из дальних городов, которые, ну, по той или иной причине не смогли приехать, но у которых интересные доклады, они хотели бы выступить. Вот. Ну, вот, значит, вот на нашей секции такая мысль прозвучала и как бы была одобрена, то есть вот такое мы вносим предложение. Ну, частично, конечно, это не надо ставить в углово угла, но тем не менее, вот как бы так. Ну, то есть в целом у нас было, ну, по-моему, 18 докладов, причем постерные, стендовые доклады мы решили сделать в виде коротких, как бы коротких пятиминутных выступлений. И это тоже было хорошо, потому что, когда человек что-то устно пять минут даже рассказывает или показывает свою презентацию, которую он записал изначально, да, вот на сайте, после этого ему, естественно, можно задать вопрос, он актуализировал всю эту информацию, которую он хотел высказать, и как бы вот это хорошо. Вот. Ну, то есть в целом у нас очень как бы позитивный опыт, позитивные как бы отношения вот к проведению нашей секции, то есть все участники это отметили. Ну, и вот значит, выражали благодарность Галине Юрьевне, что несмотря вот на такое тяжелое как бы время, в смысле проведения конференции, значит, Галина Юрьевна не побоялась и все-таки организовала, сумела организовать эту конференцию, пусть и в онлайн-формате. Вот, спасибо. Так, Илья, спасибо к вашим вот предложениям. Такие же предложения делали и представители других секций, вас не было. Вот, насчет проведение некоторых заседаний онлайн и еще такое предложение, которое тоже, мне кажется, вам надо взять на вооружение, чтобы сделать несколько приглашенных докладов для, может быть, для секции, может быть, для пленарных. У нас и так было четыре, по-моему, пленарных или по молекулярным моделированию. У нас четыре, четыре пленарных было, да, четыре пленарных. Ну, может быть, еще приглашенных сделать, таких более специальных, именно для участников секции, не для всех, там, ну, по поводу, там, силовых полей, по поводу каких-то деталей, создания молекулярных моделей. И, конечно, надо приглашать больше людей из других тоже учреждений, из Новосибирска, из, может быть, из Института молекулярной биологии, ну, да, да, согласна. Да, вот это надо нам, как всегда, мы начинаем готовить конференцию только уже, там, в сентябре, в октябре, а, может быть, как-то заранее продумать, кого вот можно пригласить и пригласить. Это не так много времени занимает и сил, но мне кажется, что это просто повысит уровень секции, и потом всем будет интересно послушать еще новых людей. Можно это в дистанционном формате. Спасибо, да. Ну, мы вроде бы, а, вот, Татьяна Петровна и Любовь Наумовна. Да, частично онлайн формат. Да, да, частично онлайн формат. Пожалуйста, Татьяна Петровна, Любовь Наумовна, там, о музейной секции, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, но у нас двухдневная была секция, обычно мы в один день укладываемся, на этот раз в два дня, в среду и четверг. По количеству присутствующих, в первый день у нас было шесть докладов и присутствовало 21 и зрители вместе с докладчиками, во второй день было, а, первый день семь докладов, во втором шесть, и было уже семнадцать, немножко поменьше, но, правда, у нас тоже записан в нашей секции отец Дионисий, но он вынесен вот на пленарное, как бы, вот такой, более обширная была у него аудитория, там у него сорок два слушателя было. Ну, действительно, замечательный доклад, там стоило было и всем нам было там замечательно, очень интересно. Вот, конечно, так как музейная секция из людей, которые далеки от техники, поэтому у нас всякие были нервные срывы, простите, но мы их преодолели в конце концов и, в общем-то, как-то так обошлось и действительно получилось интересно. Я даже жалею, что вот у меня была договоренность с тремя иностранцами, Париж, София и Бостон, но я все-таки побоялась, думаю, как я сама справлюсь вот с этой, со всей этой вот техникой, но на следующий год, если жива буду, может быть, мы свяжемся и вот с зарубежьем дальним. Мне понравилось. Вот лондонское выступление было замечательно совершенно. Вот. Доклады были... Видите как? А вы выглядите прям как артистка здесь. Очень хорошо вы провели секцию. Все хорошо. Ну, в общем, Так что этот формат тоже... Вот. Так что действительно вот я присоединяюсь к предыдущим коллегам о том, что частично сделать действительно вот на онлайн вот таком вот режиме по удаленке действительно хорошо, потому что приехать, особенно вот на нашу секцию, конечно, крупных специалистов привезти в Дубну или в Пущино, ну, почти невозможно, потому что гуманитарии очень легко аудитория себя сейчас находит, очень много прекрасных конференций, печатных возможностей, совершенно... Альманахи, журналы, газеты требуют от нас вот статей. Мы даже, в общем, не все соглашаем. Мы просто не успеваем ответить на все вот эти предложения. и вот самые такие вот серьезные и крупных ученых пригласить можно в Москву. Но один раз вот у нас это удалось. Помните, Галина Юрьевна, это было? Да, да, очень хорошая была. Вот, это было, я-то задумывала это как круглый стол, вот как бы ассоциация наша, ну, еще руководители и руководители, и два музея, то есть наш и Лосевский. И прекрасно, по-моему, получилась конференция очень серьезная. Жалко, что мы не сделали сборничек. Но там, оказывается, все записи сохранились, так что, если поднатужиться, может быть, все эти выступления можно восстановить и сделать. В этом году мы тоже задумали двухдневную уже конференцию. Это будет, опять-таки, на базе Лосевского музея. Теперь это не просто мемориальная библиотека, а это, так и называется, музей квартира Лосева. Вот. И наш музей. Первый день мы в Москве проводим, второй день в Муранове. Это ноябрь. В программу мы вышли, вывесим у нас. Да, давайте, давайте. Мы разошли тоже нашему учебу. На сайте наших музеев, потом Ассоциация искусствоведов, они у нас с удовольствием берут вот эти программы. Так что, можно очень серьезных ученых вот в нашей области представить. это будет, это будет, может быть, я сделала объявление, но еще раз озвучу, это будет синергия разных видов искусств. Это музыка, это поэзия, это живопись. Вот. И если сюда еще присоединить языки, науки, языки, искусства, тоже не помешает, по-моему, тоже можно будет. Да, да. Задумано это было на базе нашего проекта многолетнего, нашего Мурановского, поэзия мурановских пейзажей. Мы ежегодно выставку делаем. И на фоне вот этого, этой выставки обязательно мы проводим концерты, приглашаем. Вот как раз Александр Серафимович сделал доклад вчера, да, Любовь Наумовна. По-моему, он так хорошо прозвучал. Это потомок из семьи композиции. И я думаю, что, да, ну и естественно это в музее двух поэтов, тут без словесного искусства не обойдешься, так что, ну, сам Бог велел вот такую конференцию провести, но это на очень хорошем уровне. Конечно, у нас вот секция наша, она немножко, она, ну, такая попроще выглядит по сравнению с другими. Я даже думала, что, в общем, наверное, мы не совсем здесь как-то вот чувствуем себя не очень там как-то по сравнению с другими. Но у меня немножко в прошлом, как-то несколько лет назад Царство Небесное Наташа Наташенька, она мне встретилась и говорит, то что у вас самая лучшая секция. Я немножко вдохновилась и вот решила продолжить работу здесь. И, надо сказать, у нас уже засобирается такое ядро постоянных участников, приглашают, уже выступают молодые, вот, например, прекрасный доклад, такой, изящный такой доклад. Вот Елена Дагонина сделала итальянский след в Мурановском музее. Вот кто слышал, я не знаю, даже эстетическое название. И, конечно, как всегда, как звезда у нас Артем Киракосов. Он всегда неожиданно выступает, всегда у него такая вот, ну, его слушать, конечно, одно удовольствие. Так что, я думаю, будем дальше как-то так существовать. Ну, и вот, как вы сказали, сертификаты все-таки возможны, да? Человек шесть мне бы хотелось. возможно. Вот, я могу тогда писать. Конечно, конечно, список, конечно, список, по имени. Список, по списку мы сделаем сертификаты участника конференции. Да, это им полезно будет и приятно. Вот, по-моему, как уже говорила здесь, не просто сертификаты, что-то хотите добавить вы? Нет, я хочу поблагодарить этим с этим энтузиазмом. А, да, и вот благодарность можно, как уже здесь говорили некоторым докладчикам, это не помешает. сертификатам. Галина Юрьевна, можно я еще два слова скажу? Да, конечно. Да, я хочу сказать, что вот на наших живых конференциях у меня никогда не было возможности поприсутствовать на заседаниях вот этой нашей музейной секции С-6, а вчера я, так сказать, по производственной необходимости там сначала оказалась, но в результате так на ней и осталось, пока вот мне семейные обстоятельства позволяли там быть. Вот, и мне очень понравилось, было очень интересно на самом деле действительно вот слушать Иту Андреевну, наверное, конечно. Вот, и мне кажется, ну, у нас всегда очень насыщенная программа на конференции, но вот если бы у нас была возможность, да, вот для этой секции такое время как бы предоставлять, где было бы меньше пересечений, мне кажется, многим участникам было бы вот это. Ну, вот нам надо, вот когда мы программу составляем, надо этим подумать, потому что всем руководителям секции хочется, чтобы именно их секция была и чтобы больше им времени, и все. А, конечно, у меня все время тоже такое желание, чтобы все-таки музейная секция была бы выделена и время, потому что там такие интересные доклады, мы же ходим в музей, а здесь мы столько узнаем интересного, нового, и потом, я надеюсь, что Татьяна Петровна нам информацию о ваших конференциях даст, и мы поместим на сайт, чтобы наши участники, ну, если они смогут, все сейчас заняты, все куда-то бегут, и все там. Ну, вот может быть в Москве, вот конференции большой, которую мы задумали, как бы, это все равно в рамках вот нашей конференции, вот этой вот, все равно это ассоциация. Конечно, нет, конечно, 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 в Москве, в Москве, в Москве, это гораздо легче прийти там в Лосевский музей, посмотреть этот музей, это вообще, просто не оторвешься от каждого экспоната там, ну, Лосев, простите меня, кому это, а потом второй день в Муранове, потом мы прослушаем, а потом мы так пообедаем там, ну, все, кто сможет, конечно, это же еще зависит от, люди преподают там и так далее, не могут оторваться, но те, кто сможет, могут, кто сможет, принять участие, правда? И сам может. Спасибо большое. Ну, пожалуйста, можно сказать, немножко. Да, Отец Дениси очень скромный человек, но позвольте мне пригласить всех присутствующих здесь сейчас участников нашей конференции на фестивале музыкальное Подмоклова, который бывает ежегодно сейчас, летом. Это удивительное событие. У них есть сайт, надо набрать просто храм Подмоклова, и там увидите. А в какое время, скажите? Обычно, Галина Юрьевна, в июне, обычно в конце июня, ну там, в субботу, в субботу, в воскресенье, последние субботы, в воскресенье июня, как правило. Ну, эра ковида, может быть, там что-то поменяет, но они очень стараются. Это очень насыщенные фестивали с участием звезд Московской консерватории, кстати, Татьяна Петровна, многие из них были приглашены ею на наши конференции, танцевальные коллективы региона. Это очень интересно. И там тоже покормят, раз Татьяна Петровна сказала, Муранова кормят, там тоже кормят. Можно гулять, можно смотреть чудесный берег, и храм, и слушать прекрасную музыку. А кто имеет силы, тот может и на танцевальные вечера остаться там. Там весь день. Подмоклова. Храм Подмоклова и там есть информация. Спасибо большое, спасибо. Ольга Евгеньевна Пыркина, мы как-то вас это самое нас позабыли. Послушали, да, вашу секцию, пожалуйста, скажите. Если Анатолия Викторовича нет, тогда, если позволите, я скажу пару слов. Я понимаю, что все уже устали. Анатолий Викторович, вы есть? Нет. Я его не видела в списке учреждений. Наша секция прошла в трудном режиме, потому что, как все знаете, упал сайт. Наверное, поэтому у нас было слушателей меньше, чем мы бы хотели. Но, тем не менее, из пяти заявленных докладов состоялись четыре, были интересные дискуссии и были в выступлениях спорные моменты, которые надо обязательно обсуждать и слушать. в целом все прошло в хорошем рабочем режиме. Ну, хорошо, спасибо. К сожалению, лидеров этого направления сейчас в нашей стране немного. Может быть, в онлайн-формате удастся пригласить кого-то из-за рубежа на следующий год. Но это задача очень неприятная. Да, Ольга Евгеньевна, конечно, и может быть, даже в качестве приглашенного докладчика мы сделаем для всех трансляцию, потому что это зависит от того, насколько специальный доклад, если он общедоступный, в общем-то. Галина Юрьевна, понимаете, экономика касается всех. Да, касается всех, но иногда бывает изложено как-то понятно, доступно, а иногда слишком специально. Бывает, к сожалению, да, бывает. Но мы попробуем это организовать на следующий год. В этом году как-то я по понятным дай бог вам здоровья мало участвовала во всех во всех организационных моментах, но надеюсь, на следующий год все пойдет по-другому. Конечно, все будет хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Так, Надежда Дмитриевна, кто еще хочет сказать? Надежда Дмитриевна, давайте. Еще один вопрос. Записи пленарных докладов где искать? Очень интересно. Доклады... Сергей Сергеевич, вы есть? Пересмотреть то, что не удалось посмотреть в физистровом. Сергей Сергеевич, к вам вопрос записи пленарных докладов. Сергей Сергеевич, можете ответить? Что-то я его не вижу. Ну, давайте чуть-чуть подождем, потому что... Я отвечу. Я с ним разговаривал по этому поводу. Он сказал так, все доклады пленарные писались, и после обработки, которую он закончит к концу конференции, он их выложит на YouTube. И всем участникам ссылки пришлет. Ой, как хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Потому что, может быть, в МГУ это период, конечно, но нас опять загрузили работой. А ссылки на доклады где будут? На сайте конференции или где? В YouTube. Да. Либо на сайте конференции, либо рассылка участникам. Наверное, лучше рассылка участникам. Если это не очень сложно, наверное... Вообще, предполагалась рассылка участников. Я не знаю. Ну, объем, так что скорее надо на сайте сделать. Ну, Сергей Сергеевич сейчас, он куда-то отошел, по-видимому, но он только может вам точно ответить. Я не могу. Ну, хорошо. Если мы не дождемся рассылки, мы ему напишем напрямую. Конечно. Конечно. Спасибо большое. Надежда Дмитриевна. Так, вы включите тогда микрофон свой. Все громче. Микрофон свой включите. Надежда Дмитриевна, вы поднимали руку, а микрофон не включили. Она что-то говорит, но не слышит ничего. Не включен микрофон. Сейчас я дослушаю их уже и, ну, как-то живые остались после этих всех. Алло. Да, все слышно. О, слышно, да. Опять не слышно. Это, получается, Украина, переключают, когда блокируют. Слышно сейчас? Сейчас слышно. Слышно. Ну, во-первых, я хочу вас поздравить всех именно с успешно проведенной очередной конференцией. И самое главное, что вам удалось, что я хочу отметить, это то, что несмотря, что это дистанционно, вам удалось создать ту же атмосферу, как обычно. То есть, включаешь и чувствуешь то тепло наших конференций того времени. Поэтому огромное спасибо организаторам, вам лично, вообще герой, могу сказать. Преклоняюсь перед вами, перед вашей выгодой. Но не надо, не надо уже. Ну, я знаю, чего это стоит. Понимаете, я же говорю не просто так. Да, знаю. Поэтому и говорю, что молодец, так держать, сколько сможете. Стараемся. Молодцы. Спасибо огромное. Вам спасибо, что вы присутствовали у нас, это нам очень радостно. Спасибо вам. что-то еще хочет сказать. Лена? Да, Лена Юрьевна, я тут между делом, слушая отчеты, мы договорились с Ларисой, с Липягиной, о том, что она сделает гугл-форму. Да. я ее, так сказать, посмотрю, подработаю, это по поводу предложений и вот, так сказать, нашего... О, давайте, очень хорошо. Да, и мы там его... Мы туда впишем свои, так сказать, соображения. Потом соберем, обработаем и уже каким-то... Да, правильно, очень хорошо, правильно. А что ждите? Да, да. Так, еще, пожалуйста, кто хочет что-нибудь сказать? В чате что-то написано, я не знаю, что, сейчас я посмотрю. Хорошая мысль, проводить часть заседаний заочно онлайн. Ну и хорошо. Это сказал Юрий Нечакурен. Хорошо. Галина Юрьевна, я бы хотел сказать несколько... Да, да, конечно, конечно. Да, когда в конце лета Галилия Юрьевна вышла с предложением, вернее, с вопросом, как там быть по поводу конференции, потому что там и накатывались специальные указы, приказы, и все это. То есть, в реальном масштабе нам трудно было, вернее, вообще невозможно, а вот в удаленном опыта не было. Но, тем не менее, значит, действительно, я могу констатировать, конференция удалась, и все те плюсы, которые у нас были маленькие, здесь они приобрели в большую величину, в частности, действительно оказалась очень такая вот домашняя, комфортная обстановка, с одной стороны, а с другой стороны довольно, ну, как сказать, насыщен. во-первых, четко, четко можно было видеть доклады, можно было почувствовать атмосферу, вообще, так сказать, выступающего, и его все перебития работы, и в то же время, вот, я хочу сказать, что вот удалось послушать тех людей, которые бы в реальном, так сказать, исчислении, в реальной обстановке могли бы не увидеть. Дело в том, что, когда формируется в обычной обстановке программа, то люди, как правило, очень сильно заняты, когда они либо лекции читают, либо на других конференциях, и найти вот таких вот колоритных личностей, хороших лекторов, весьма и весьма проблематично, потому что даже если приглашаются, потом начинается замена и корректировка программы, а здесь вроде бы сработала предварительная договоренность, наши, пущинские, за границей, и другие люди, в общем-то, удалось уговорить, и они все присутствовали, и все делали доклады, и поэтому такая емкая, насыщенная конференция, на мой взгляд, действительно хорошо получилась. А вот эти вот плюсы, которые, вот, как говорят, не выходя из дома, не отходя от экрана, они нам позволили всем присутствовать, и очень внимательно все прослушать, они здесь сработали по полной программе, и отсюда она получилась насыщенная, хорошая, интересная, вот, и хотелось бы действительно сохранить вот эти вот и на будущее, такую насыщенность. Но, к сожалению, не оговаривая сложности времени, тем не менее, хочу сказать, что действительно тот идеал, который мы, который мы сформировали, вот, сформировался, конечно, к нему надо стремиться, действительно, приглашать все больше и больше интересных людей, и вот, действительно, второе предложение особенно важно, когда помимо реальных заседаний, еще можно удаленные онлайн приглашенные доклады заслушивать, вот, в рамках Дубны, или на территории Дубны, это действительно, наверное, можно реализовать, там мощная и интернет-база, и университет, более квалифицированным кадром, обеспеченный техникой, и рядом, ой, я и Василий, Владимир Васильевич, рядом, то есть они могут создать вот эту вот базу для проведения вторых половинок сессионных заседаний в онлайн-формате. В Кучино, к сожалению, таких возможностей нет, мы дотационный город, и у нас сейчас научные коллективы только лишь остались, но, тем не менее, один элемент, могу сказать, что он у нас подрос, это, в частности, интернет-канал, он повысился, но в то же время вот создание таких аудиторий с электронными, досками и прочим, это проблематично. Поэтому, если на базе Дубны отработается вот этот вариант конференции с дополнением, с насыщением, и со стабильностью списка приглашенных докладчиков, это, конечно, будет здорово. Вот это тот дух, который нас всегда отвечал и междисциплинарность, и взаимодополняемость, и выдавливание быта из нашей повседневной жизни, он действительно здесь реализуется, и очень хорошо мы действительно отдохнули и насветились вот новыми мыслями. А что касается вот конкретного резюме и документов, которые вот предполагается сделать, или послать куда-то, да, это разумная и нужная вещь, потому что, Галина Юрьевна говорила, если не мы, то кто? Потому что здесь как раз вот концентрированы люди разных профессий, разных взглядов, ну, в смысле, разных интересов из разных областей, то вот я предлагаю, в частности, у нас же при Государственной Думе есть специальный комитет по образованию науки, это вот Николай Вячеславов Алексеевич, вот, и я знаю, что наши даже ребята какие-то конференции слушали, прямо удаленные, и направляя ему смс, и он откликался, то есть в этом плане можно напрямую им писать, а еще лучше в эту комиссию, но если будет писаться такой объемный документ, можно задействовать и другие комиссии, таким образом у нас, может быть, мы как раз реализуем ту самую платформу, о которой говорили вот сегодня в пленарном докладе, нужно не просто идеи толкать, а вот просто объединение коллективов. Да, надо, конечно, обращаться, да. Да, и так обращаться в разные структуры, адекватные и времени, и ситуации, и вот такой мощной поддержкой имея в лице нашей конференции много, мультидисциплинарной, то есть фактически все стороны жизни здесь затронуты, отражены, это всеобщее такое вот резюме получится, так что я думаю, здесь имеет смысл и надежда какая-то есть о том, что мы как-то, может быть, маленькие шажочек сделаем или вклад сделаем в этом направлении. Так что спасибо всем действительно вот за такую вот энергичную, активную, жизненную позицию. Ну и вот пожелать остается Галина Юрьевна и ее мощному оргкомитету, чтобы вот дальше мы так же развивались и двигались. И всем спасибо за активное участие в этой конференции. Спасибо всем действительно, но мне, знаете, здесь какая проблема? Здесь проблема, кто будет писать эти документы. вот у нас Евгения Александровна Солодова, она умела писать эти документы. Я, например, не умею писать, какие-то мне приходилось, но с большим скрипом и трудом. То есть вот это надо, вот вы правильно говорите, ну хорошо, давайте мы с вами напишем, вон Лена Борисова. Попросим Евгения Александровна нам отредактировать. Да, ну давайте напишем, потому что ведь понимаете, в чем дело? Я это знаю уже на протяжении всех этих конференций. Ведь как, люди собираются, действительно, прав варшавский, он говорит, у нас одни доноры, мы попадаем в такое эйфорическое пространство, нам со всеми хорошо, мы готовы все делать, все хорошее нас мыслить. дальше конференция заканчивается, мы попадаем в нашу текучку ежедневную, свои обязанности очень важные и там рабочие, и семейные и прочие, и все это потихонечку уходит. Вот, и нам нужно как-то все-таки действительно, хотя бы сделать какие-то документы и направить их. Мы когда-то направляли, между прочим, и в Госдуму, и чуть ли не президент, и еще что-то такое, когда вот речь шла о переходе на Болонскую систему и все. Надо сказать, что это не помогло, не отвратило от нас Болонскую систему, но все-таки сильно затянуло, потому что уже, да, вот, уже в 93-м году хотели перейти, а перешли только там в 2003-м. Я не знаю точно когда, наверное, Лена лучше. Вот, но все равно надо делать. Так, Галина Юрьевна, один небольшой оптимизм есть вот с чем связан. Вот сегодня на пленарном заседании мы заслужили очень три мощных доклада, ну, Георгий Геннадьевич, не кроет, вот наших ведущих специалистов. Так, а вот, в частности, вот те люди, которые сегодня выступали, в частности, Сундиев, Щербаков и тот же Громыко, у них чувствуется опыт есть, как раз вот именно второе. У них есть, да, у них есть. Вот вам нужно, помимо того, что у нас будет, грубо говоря, такая рыба, такая заготовка от нас, но ее насытить и... Да, пускай они нам помогут, и это можно их попросить, но все-таки заготовку, вот первичный документ, нам надо сами написать. Потому что они присоветуют, может быть, не нам, не какого-нибудь Никонова, а какого-нибудь ВВП, и все нормально будет. Геннадий, что-то к этому подключить, он любитель везде писать. Кто? Малинецкий. Малинецкий, да, он, конечно, пишет. Надо с чего-то начинать, вот где могучая кучка. Подключить, да, но написать первичный документ мы должны сами. Работать, можно, так сказать, по кругу пустить, кто-то... Потому что он и так пишет эти все свои и входит все к комиссии и нанотехнологии, туда и сюда. Так, давайте попробуем, если мы... Потому что действительно слушаешь разные конференции, а чтобы такое движение было, потому что другое движение... Ну, хорошо, давайте конкретно наметим какой-нибудь день на следующей неделе, которому каждый из нас что-нибудь напишет. Ну, например, надо начинать. Я уверена, что если мы отложим еще на месяц, все это в песок уйдет. Ну, вот центр кристаллизации образовался, значит, давайте вот попробуем, начнем с инициаторов, а дальше потепенно обрастать будем, значит, вот мыслями, так сказать, людьми, будем так говорить, которые могли бы дальше продвигать этот документ. У меня вот такое предложение. Мне кажется, надо сказать, куда писать, кому продавать материалы. Сейчас мы не сможем, мы просто сформулируем основные положения, как 12 тезисов, как там пишут, или как классики наши. Правильно, правильно. Февральские тезисы вы предлагаете? Ну, хорошо, ну, давайте пришлите мне, например, на следующей неделе каждые свои 12, хоть два. Давайте установим срок, судя по февральскому. Давайте срок установим, следующий четверг. Один. А? Ну, просто, ну, во всяком случае, все, кто здесь присутствует, все со мной в переписке состоят, адрес у всех есть. Давайте я соберу, и потом мы обсудим, назначим обсуждение, там, я, ну, давайте. Сделаем базу. Ну, заслать потом это. Если мы сейчас вот не сделаем хотя бы первичное что-то, когда будет первичный документ, дальше мы его найдем куда-то двигать. Пусть будут февральские тезисы. Февральские тезисы, Дорогие коллеги, можно начать использовать соцсети? Ну, Ольга, вы правы, конечно, но просто очень много всяких интересных вещей и проектов начиналось с расширенного обсуждения в соцсетях. В соцсетях можно в теле, ну, я не знаю, просто мы уже по почте, вот мы точно связаны между собой. Давайте начнем, потом можно сделать и в соцсетях, и где угодно. Я не хочу, я, например, не хочу в соцсетях устраивать это, у меня нет такого времени, чтобы я могла вот это вот вести. А можно оказываться наоборот, нам такую обструкцию сделать, что сами будем не рады, что это затея. Ну, это очень, соцсети, это очень затягивающая такая среда. Конечно, лучше почта. Да, лучше почта. Ну, для нас, может быть, для кого-то лучше. Вот мои ребята, например, они все в Телеграм общаются, я тоже иногда что-нибудь туда пишу, но следить все время за этим Телеграмом, для меня это какая-то лишняя нагрузка. Я в сетях не участвую. Ну, тем более. Так, по почте. Мы решили, пока по почте. По почте мы соберем, мы обсудим по почте, но распространять-то это надо. А распространять будем, вопрос о распространении мы потом обсудим. Это вторая часть тезиса будет. Вторая часть. Пока еще нечего распространять. Правильно. Он у нас не Чапуренко в сети, все на МСД. Я как раз хочу сказать, В Фейсбуке активно сейчас общаемся по поводу ковида несколько групп, и там вполне можно вот всю эту информацию тоже просто распространить, но в качестве объявлений и сообщений. И тут некоторые тоже как бы можно каждого за свой, за свою социальную сеть представить. По крайней мере, рекламу сообщений я сделаю легко. Хорошо, но нам надо все-таки первичный документ составить, а потом уже распространять. Мы просто будем это, грубо говоря, пиарить. у нас же профессионал. Спасибо. Спасибо. Юра, извините, если я вас так обозвала. Нормально, мы только и занимаемся пиаром. Мне кажется, что если мы пойдем в сеть, то мы опустим уровень нашего документа. Да, да. мы резко опустим. Мы идем широкой аудитории. У меня довольно много специалистов, экспортов хорошего уровня, но в каждой из областей, в которых я там в литературе, еще в чем-то. Но в данном случае в науке существует несколько таких кружков молекулярных биологов, которые вот именно общаются в Фейсбуке. Активно обсуждают эти проблемы. Поэтому мы просто там распространим и все. Это не работа, а распространение другое. Объявление. Мне кажется, надо наверх поднимать, а не распространять. А надо и то, и другое, по-видимому, делать. Но давайте начнем с того, что мы составим документ, с которым мы с вами согласимся все. Будем распространять вширь, вглубь и ввысь. Да, потом будем именно туда. Хорошо, спасибо большое. Ну что, еще у нас есть что обсудить? Дорогие коллеги, если вы меня слышите, Галина Юрьевна, наши конкуренции не только события культурной жизни Пущины и Дубны, но как-то вот не чувствуется, чтобы была информация, СМИ наши обращали внимание. Раньше в Пущино хоть газетка наша и телевидение что-то показывали, а сейчас вот все так здорово прошло, а молодежь, та же, Пущинская, тот же Пущинский государственный университет, проектор, который у нас выступал, она как бы отдельно, они не знают, они не слушают, а для них это ведь тоже школа повышения квалификации и возможность познакомиться с новейшими исследованиями в области разных областей науки. Владислав Михайлович, как вообще привлечь преподавательский, студенческий, магистранский, бакалаврский состав, и как сделать это более широким культурным событием? Нам нужно об этом подумать, дело в том, что Пущино маленький город, конечно, нужно опираться на энтузиастов, кто такие из этих энтузиастов, потому что у нас одна проблема сейчас, которую мне приходится озвучивать, значит, мы все вроде бы, ну мало того, что задавленные, вернее, замученные вот этим вот проблемой коронавируса, а тут я случайно узнал, вот буквально с дирекции шел обсуждать, как мы Пущино научными достижениями, и узнаю, что у нас хотят строить мусорный полигон, то есть есть билижные мешки, которые пробивают программу, и уже, так сказать, местные начальства, местные администрации обсуждают, якобы, вот там, где хотели строить инсулиновый завод, большая площадка, пропадает, и фактически 30 лет назад мы сумели ее, так сказать, забаллотировать, а тут тихой сапой, потому что все болеют, все удаленно, можно келейно обсудить, вот я говорю, случайно узнаю о том, что вот такие вещи происходят, то есть у нас, как предложили сделать новые басюки, за границей построить железную дорогу, возить сюда мусор, и закапывать, не сжигательный завод, никакие технологии, даже просто закапывать. На самом деле, я говорю, мы город маленький, у нас своих научных проблем, и таких вот много, а вот здесь нужны энтузиасты, то есть в принципе идея верна, но конкретно в нашем, я говорю, маленьком городишке, кого найти энтузиаста, поскольку много болячек, сейчас все болятся, сконтактируют друг с другом, мы все-таки дисциплинированы в этом плане, поэтому эта идея хорошая, но я, честно говоря, даже не знаю, на кого конкретно опереться, потому что формально, да, есть газета, есть, так сказать, у нас вроде бы телевидение, но кто бы все это взялся, вот это делал, тут с каждым начинаешь говорить, да-да-да, а реальное дело, это прямо нужно... Владислав Михайлович, а вот Беловых, которые я оппонировала, она у вас какую роль сейчас играет? Ну, она уже ушла от всего, так сказать, от этого, она у нас была председателем центра, председателем ФИЦ, а сейчас все поменялось давно, то есть, понимаете, были компании, были одни люди, как компания реализовалась, остались другие люди, плюс у нас Пущинский центр, будем так говорить, полинаучный, но все равно единодушия, единогласия нет, у нас только шесть институтов, ФИЦ, а еще остальные у нас не в нем, то есть здесь вот, так сказать, такой соленый, слоеный пирог и в масштабах малого государства, называемого Пущина, тут много своих проблем, так сказать, просто плюс, ну, короче, от ЖКХ до всего, поэтому, как сказать, научную, активную, такую вот, жизненную позицию реализовывать в плане вот этой конференции, да, здорово, но пока, вот я говорю, таких вот сил у людей и молодости маловано, в Дубна, я бы хотел сказать, что да, это пример, там, кстати, как раз тот самый мусорный завод построили, действительно, это пример для подражания, но там есть люди, критическая масса людей большая, деньги есть, все, поэтому это другой разговор, это маленькая Москва в размере московского региона, а мы, ну, да, все это верно, хорошо, но когда мы узнаем новости вот таким вот случайным образом, которые существенно радикализируют нас, так что, коллеги, я бы рад подсоединиться к этому, но, вот я говорю, реалии времени таковы, что... Ну, давайте, да, давайте вот, действительно, напишем документ хотя бы, хотя бы что-то такое сделаем, да, давайте, хорошо, мы договорились, да? Маленькую реплику позволите? Пожалуйста. Маленькую реплику позволите, дорогие коллеги. Пожалуйста, пожалуйста. Я не знаю, Владислав Михайлович, знаете вы или нет, но производимый в Пущино дегидрокверцитин очень хорошо справляется с последствиями ковида. Постепенно такая клиническая практика, насколько я понимаю, накапливается. Вы знаете, на самом деле... Обратите на это внимание. Вот хороший вопрос, вот у нас на самом деле много таких... Плохо слышно, Ольга. Типов роста, да, и дегидрокверцитин там, но у нас одно время, так сказать, та самая кожзаменитель, когда стояли после Афганской войны, значит, ну, вообще ранения, кожные покровы надо было срочно заменять. Вот, значит, то есть у нас очень много на работу. В том числе это, в Таран, например, замена крови, то есть, они вот в другое место. То есть, вообще-то, специальная, ну, как бы, стезия, где это развивать. Ну, вот, я говорю, даже мы в рамках своего Пущина, из-за того, что денег мало, люди стремятся грант освоить или написать, то есть, в общем, такие маленькие-маленькие островки. И чтобы, так сказать, единение было, нужно, и чтобы хорошая голова была. Ну, коллеги, ну, это может быть до будущего процесса. Ну, пока я говорю, вот так. У нас же всего, могу сказать, всего 2,5 тысячи всего ученых, то есть, научно-сотрудников. Вот, это костяк, на весь город, крадообразующий. Вот, все остальное, значит, ну, вот школы, там было производство, мелкие эти вот предприятия. Ну, я говорю, просто у нас очень маленький городишко для таких вот больших дел. может быть, общественное сознание дорастет до того, что и возможности энтузиазма появятся. Ну, пока я говорю, такая вот активная жизнь не наблюдается, как на конференции, мы сейчас это имеем. Чтобы так вот были все одинаково, ну, поддержаны энтузиазмом, такого, к сожалению, в рамках города нет, особенно в условиях вот этой пандемии, когда мы по улице идем, обходим друг друга, понимаете? Тут такой чисто объективный показатель именно из-за того, что в масках и пока такой режим. Может быть, со временем это трясется, уляжется, появится энтузиасты, но пока вот такая ситуация. Я говорю, что случайно узнал, так сказать, фундаментальную вещь о мусорном заводе в Подмосковье, рядом с экологически чистым заповедником и Пущино, о сюжете. А все потому, что нашего мэра сместили, привезли из другого города, посадили, то есть, понимаете, это такая сложная социальная проблема для нас, и мы, честно говоря, один на один остаемся со всеми этими вещами. Поэтому я рад, что у нас прошла конференция, Пущино, но будем надеяться, что мы доживем и до лучших времен. Вдруг напишем письмо и что-то изменится вообще в нашей жизни. Так что, коллеги, это хорошая надежда, написательный пакус, напомним, что... Спасибо. Ну что же, давайте прощаться. Да-да-да, давайте. Да, спасибо всем большое. До свидания. Вам спасибо, Галина Юрьевна. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Галина, всем спасибо. Всем здоровья. Спасибо, спасибо. До свидания. Да, до свидания, всего хорошего. Будьте здоровы.